Добрый день! Сегодня я решил заняться только одним фейдером. Будет один только фейдер. Вот это вот каша, которую я приготовил дома. Здесь очень много пшеницы. Яйца мы дальше затворили пшеничной крупой и кукурузной крупой. Получилась она прямо как каша. Поэтому мы сейчас ее будем разбивать. Буду разбивать ее вот этой прикормкой. Горуховая какая-то. Перекат. Посмотрим. Вот и пойдет. Нормально уж. Такая влажность упала, рассыпалась. Это нормально. Монтаж будет. Вертолет два узла. Вот они наши два узла. Наш вертолет между ними находит. Мусор у нас висит на дереве. Мусор за собой мы убираем. Ну и все. Забрасывать. Сейчас определим точку влова. Зафиксируем и внуловить. На близкой дистанции где-то метров сорок. Клевал мелкий подлещик. Ну думаю дай заброшу подальше. Метров на шестьдесят. Там кормили мы ракетой. Забросил на шестьдесят метров. Вообще поклевки ни одной нет. Надо наверно переходить на сорок метров. Отгонять этого подлещика и ждать что-то покрупнее. Все быка растя. На фидер ловится и вот такая ерунда. Крупный бычок. Да, крупный бычок. Это точно, что крупный бычок. Дело в том, что если сейчас его сильно там распанахать, то его и отпускать будет вредно. Нет, отпускай. Отпускай, маленького. Это не то, что детеныш. Ну куда ты? Он уйдет уже. Он уже уйдет потом. Он уже потом сам найдет дорогу. Я думал карпик. Так хорошо потянул? Да. Прелесть какая. Утят он. Утята вылупились. А может быть и не утята. Великоватые для утят. Великоватые для утят? Наверное лебедят. Лебеди? Мне кажется да. Бог его знает. Потому что для утят они мелкие. Великие. Наоборот большие для утят. Может быть. Может быть это и лебеди. Ну пусть себе живот пошутся. Сейчас сделаю одну ерунду. Которая говорят. Помогает комарок. Значит водичка. А вот это кипяток. Теплую водичку. Что бросает туда. Сахар. Сахар. Размешиваю. Сахар. Чтобы он растворился. Чтобы он растворился. А теперь туда дрожжи. Дрожжи. Говорят. Надо не размешивать. Посмотрим. И накрывает. Накрывается все это. Той половинка в итоге. Которую мы срезали. Закрыть какой-нибудь тряпкой. Чтобы было темно. Вот. Вроде бы вот эта ерунда. Выделяет углекислый газ. И привлекает комарок. Хм. Посмотрим. Будем посмотреть. Говорил или нет. Я заклипсовал. На той дистанции. На которой клюет. И на том берегу. Выбрал ориентир. На этот ориентир. Я и бросаю. Вот. Клипса подошла. Вот она заклипсована. Все. Легко вкладывали. Цель отбросил. И потягиваю. Думаю. Что она не клюет. Стоит и не клюет. А тут. Вот такой спирюка. Сидит там. Ага. Ага. Сейчас он. Черт его заберешь. У него. Так, дверь. Беги. Вплыви. О. Ушел. Карпик. Ушел. 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 и проходит проходит опухоль таких не берут доброе утро ну что точно как смотрел катерженко говорил июнь на рыбу плюнь за ночь две поклевки то под утро в пол четвертого где-то один карась и через полчаса 2 карась прямо под ногами не то метров наверно 20 25 от берега брал на гранул гранула безразлична какая сливовая анис чеснок все что под руку попалось природа конечно чудная а что еще надо кашка набралась воды ну и разобью это мусор да 018 лесочка такого карабика поймать это конечно классно крючочек малыш плыви ну чего ты застрял они туда куда иди давай ну что надо посмотреть эксперимент как прошел комары какие-то поймались но тем не менее они так ночью кусали помогал только вот этот светоспейн на термальной воде но это хорошая штука комар только упустил побрызгал и все все проходит ну что вот это весь улов карпику мы отпустили остался один карась при плохом клеве можно работать филдером было три картика мелких всех трех отпустили все будьте здоровы и хвостка не шеи так 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 Субтитры создавал DimaTorzok